шалом если дар иных языков дается не всем ученикам и шоу а новый завет говорит именно это то по крайней мере у некоторых ревнительных языков вероятно возникнет вопрос а как тогда отличать крещеных духом от некрещенных ведь традиционное птичачество утверждает что именно говорение на иных языках доказывать что ты крещен духом святым можно тут задать встречный вопрос а зачем отличать одних других зачем отличать крещенных духом от некрещенных ну можно сказать например для того чтобы некрещенные тоже получили крещение святым духом конечно же после этого захочется отделить некрещенных открещенных и искрещенных создать свою собственную общину а дальше деноминацию но это уже грустная часть этой истории давайте зададим другие вопросы а всем ли нужно это крещение и зачем оно вообще нужно мне хотелось бы пытаться ответить вот на эти вопросы отталкиваясь не просто от нового завета а исключительно от тех его мест которые говорят о крещении святым духом прямым текстом другими словами аллегории в евангелии от иоанна о воде жизни и о реках воды жизни воды живой тихущих и чревом я намерен оставляю в стороне поскольку их на мой взгляд можно толковать самыми разными способами в евангелиях о крещении духом говорится только одно святой дух в святой дух простите погружает миссии его двоюродный брат йоханан представляет еще именно так он говорит я крестил вас водой а он будет крестить вас духом святым еще более выразительно мы находим это представление у евангелиста йоханана и свидетельствовал иоанн говоря я видел духа сходящего с неба как голубя и пребывающего на нем я не знал его на пославший меня крестить в воде сказал мне на кого увидишь духа сходящего и пребывающим на нем тот есть крестящий духом святым все остальные евангельские тексты о крещении относятся к водному крещению и так вот это что касается евангелия теперь переходим к посланиям посланиях о духовном погружении не говорится вообще практически ничего там есть посланники время одна такая фраза что есть учение о крещениях то есть водном крещении и о крещении духовным очевидно и это по моему все чисто логически вот эти факты означают одно из двух духовное крещение в посланиях либо уже не актуально что мы увидим маловероятно либо она предполагается авторами этих посланий по умолчанию то есть они не пишут о нем потому что о чем писать и так все понятно что давно должно присутствовать поскольку в деяниях апостолов крещение в духе святому упоминается неоднократно то вот этот первый вариант что она не актуально отпадает и остается второй который к тому же вполне согласовывается с только что процитированными евангельскими высказывания о том что еще мессия он тот кто крестит святым погружает в святой дух и так согласно нового завета еще не только умер на кресте не только воскрес из мертвых также он погружает в кого в святой дух теперь кого он погружает как он погружает когда и где и самое главное зачем вот наши вопросы ну кого уже понятно из протестированных слов евангелиста марка туши когда написано что он будет крестить вас святым духом и он обращается просто к массам людей идущих к народу к нему и который шел к нему толпами то есть еще будет крестить в духе святого принципе все кто искренне обращается к богу это первое второе зачем он будет это делать в чем смысл этого духовного крещения об этом еще сам говорит очень ясно давай апостолам повелением ожидать сошествие духа в юрусалиме он говорит так вы примете силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелями юрусалиме и во всей иудеи самарии и даже до края земли сошествие духа или крещение духом что в принципе одно и то же имеет непосредственное отношение как мы видим в этом стихе к задаче которую ставит и шо перед своими учениками какая задача быть его свидетелем когда на вас сойдет дух вы примете силу 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 благодаря которой вы сможете быть моими свидетелями где вы будете моими свидетелями юсалиме по всей иудеи самарии и далее до краев земли теперь что значит быть его свидетелем почему для выполнения такой задачи нужна особая сверх естественная сила которая дается святым духом ну если говорить чисто технически то свидетель это просто очевидец тех или иных событий который дает показания в суде так называемые свидетельские показания немножко более широком смысле это просто очевидец который рассказывает другим не обязательно в рассказывает другим людям о том что сам видел и слышал например апостолы они свидетельствовали о воскресении ешо почему потому что ешо являлся им после своего воскресения причем не единожды а на протяжении 40 дней кстати в том же самом стихе где об этом сказано написано что они свидетельствовали о его воскресении с великой силой то есть их слова были очень убедительны слышащие их не сомневались в том что эти люди действительно общались с живым ешо на протяжении 40 дней находясь в здравом уме и трезвой памяти они в каком-то измененном состоянии сознания следующее что нужно сказать о свидетельстве одна из важнейших требований к свидетельству это его истинность уже свидетельство это нарушение 10 одной из десяти простите заповедей и из-за него вообще можно было воплотиться очень дорого с другой стороны если обвиняемый осужден на смерть то рука свидетелей должна быть на нем прежде всего чтобы убить его заповедует тора и через это свидетели подтверждали свою веру в истинность своего собственного свидетельства быть свидетелями шоу в еще более широком смысле слова это постоянная готовность честно открыто прямо рассказать людям о своей причастности к нему кишу это что святой дух сошел на учеников ради этого означало что бог придавал личному свидетельству огромное значение это ясно в принципе также и следующих слов самого и шо и так всякого кто исповедует меня перед людьми того исповедую и я перед отцом моим небесным а кто отречется от меня перед людьми отрекусь от того и я перед отцом моим небесным понятно что это не тот стих который мы с вами любим который мы с вами регулярно слышим в проповедях тем не менее это стих из евангелии почему же для того чтобы заявить о своей вере в ешу перед людьми понадобится сверх естественная сила но это ясно если за эту веру могут оштрафовать лишить работы посадить в тюрьму или даже убить то будучи предоставлены сами себе мы станем жертвой инстинкта самосохранения который наверняка сделать нами то же самое что сделал в решающий момент с петром тот трижды отрекся от учителя хотя незадолго до этого клялся что никогда в жизни не сделает это спасение собственной шкуры любой ценой поведение вполне естественное для невозрожденного человека единицы вроде покойных анны политковской александра литвиненко и бориса немцова бывают способны на действия выходящие за рамки этой стандартной схемы поведения однако все равно как правило даже эти мужественные люди испытывают страх за свою жизнь ученики и шо что характерно исполнившись святого духа шли против течения не в страхе за свою жизнь а с радостью что удостаивались страданий за учителя посмотрите на соответствующий стих который об этом говорит это очень важное отличие от чисто человеческого мужества свидетельство еще во всяком случае описаны в новом завете требовал чего-то большего чего-то сверхъестественного если вы дослушали до этого места возможно крещение святым духом предстала перед вами в несколько ином свете возможно несколько непривычном свете в любом случае мы уже ответили на вопрос о том кто крестит кого крестит и зачем остался практический вопрос как на него мы пытаемся ответить через неделю в последней программе на эту тему спасибо шалом